Реставрация филармонии коснулась всех залов и учебных классов. Интерьер прошлых лет, колонны, лепнины и люстры в стиле барокко сохранили лишь в центральном фойе. Остальные помещения переделали полностью. Но главным преображением, по словам работников культуры, стала обновленная сцена. Была маленькая сцена, размер был ни в длину, ни в ширину. Особенно для балета это было и для хрёков, это было очень тяжело. И даже для оркестра, потому что посадить было очень-всех очень трудно. Сейчас это грузозно. Сейчас, конечно, можно сказать, что это даже не филармония, а что это какой-то маленький дворец. Для лучшего звучания музыки в Большом зале филармонии установили несколько акустических систем и профессиональное оборудование. Теперь здесь можно проводить не только концерты, но и театральные постановки. Мы постарались учесть, скажем так, мировой опыт. То, что сейчас применяется в Москве, в Питере. Вот пульт, допустим, световой. Такой же пульт установлен в Большом театре, в Мариинском театре в Петербурге. Поэтому мы просто Америк не открывали. Мы просто хотели сделать отличный зал. Ремонт филармонии федеральному бюджету обошелся почти в 300 миллионов рублей. По словам министра культуры России, решение о восстановлении зданий за счет государства принималось не случайно. Ведь такие объекты культурного значения необходимо сохранять в первозданном виде, а не возводить с нуля. Еще два года назад мы приняли решение, в первую очередь, не ввязываться в новые дорогостоящие проекты, размазывая федеральные деньги ровным слоем по большому количеству инновационных и новых строек, попытаться в первую очередь завершить те проекты, которые уже идут в регионах. И в этом отношении, мне кажется, что Саратовская филармония как раз хороший пример такого очень важного, нужного проекта. И тем более совпало с Годом культуры. Здание областной Саратовской филармонии сгорело почти 8 лет назад. Однако активная фаза ремонта началась только в 2013. И многие уже назвали этот проект реконструкции долгостроем. Но, по мнению чиновников, за сравнительно небольшой срок удалось полностью восстановить как само здание, так и сохранить на время ремонта все творческие коллективы, которые ранее располагались в стенах филармонии.